Отъем у нас произошел поросят. Они уже отдельно в летнем выгуле, потому что только здесь свободное место у меня. И уже забрали первых двух поросят. Комбикор моим намешал, они еще на предстарте награнули и чуть-чуть намешал со стартом. Вода пока места, до паилки не достают, надо паилку опустить. Хотел их взвесить, но веса не рабочие. Ну я и так скажу, у них килограмм по 10 по 11 в этих. Им 29 дней. Вот так гуси у нас пенопласт полюбляют. Именно я заметил и гуси и куры. Пенопласта понаедают. А где ты собиралась инструмент? Вот так Саша у нас не найдет инструмент, когда выходит на работу. Все, вот день начался у него. Где рулетка? Сейчас два часа где рулетка, где карандаш? Карандаш есть, рулетка. Саня, тебе в комментариях пишут, что ты одевал кепку и сам не бухал. Так, что там у нас? Да давай точно отобьем, да? Метр семьдесят шесть. Этим поросятам, канторам нашим, вчера, позавчера, покупали хвосты, покусали клыки, поставили железо, все необходимые, так сказать, нюансы провели. Все так двенадцать живы, здоровы, все хорошо. Они уже друг друга сильно кусали друг друга, пока были клыки у них. Прямо морды друг другу покусали. А это сейчас более-менее нормально. Есть там один маленький вот тут, ну в конце, самый-самый маленький. Шуганная, конечно, сильно. Надо им воду опустить, потому что они так пьют в кастрюльке, но все равно встают туда копытами, зачем оно надо. Надо пускать по елочку. Тут у меня все кабанчики, а и две свинки. Четыре кабанчика кастрированных и две свинки. Вот вот эта маленькая, которая переболела, и вот та вон свинка. Посмотрим, как они себя поведут. Да. На тебя амброзик повлияло или что? Уголок один на ручке. На глаз без уровня, без ничего. Саня у нас работает без уровней, на глаз. Только, правда, перед этим я уголком провел линию. Ой, какой он видит! Что по линии? Так, что у нас по плану? По плану сейчас будем груза делать. По плану брус такой же 100 на 100 будет идти вот тут на, грубо говоря, от нуля 90 сантиметров. То есть оно будет идти как перила. И шалевкой сделаем стоя со щелями. Ну, к примеру, если там вышел кабан или свинья там зарезали, я там знаю, ну все. Чтоб он не побежал оттуда вниз. То есть сделать преграду какую-то. Ну и здесь сильно укрывать не будем. То есть тут эта сторона так и останется открытой. А заднюю стенку полностью зашьем. Зашьем профлистом заднюю стенку и полностью профлистом вот этот вот участок, этот пролет. А этот тут сделаем просто перила. Впереди так и оставим открыто переднюю часть. То есть нормально. Ширина почти 4 метра. Длина 7 метров. 7 на 4. 28 квадратных метров. Вот такие у нас уже гуси. Гуси-лебеди. И тот, который с ногой. Где он? С бандажом. Ой, а где он есть? А, вот. Это все, грубо говоря, с нормальными ногами. А этот с бандажом, который мы бандаж наложили, уже на ногу становится. Но только еще похрамывает. Ну уже, да оно и видно, с бандажиком ходит. То есть нормально. Снять что? А? Не, так ты встал, снимем. О, четенько, да? Что ж вымерял? Или, может, крутнуть его? Не надо, отсыхать будешь. Не, вот так. Я имею ввиду вот это, чтобы вверх был. А кору туда. О! О! Нормально, да? Да. И да, еще одна новость, друзья. Заказали металл. Полностью на весь сарай. На весь навес. На стены навеса. Уголки, коньки. То есть полностью на весь сарай. Металл профлист. И вместе с теми двумя листами, которых не хватило. Там плюс-минус вышло 20 тысяч гривен. То есть уже на следующей неделе будем заниматься крышей. Крышей навеса. Шалевку. Обрешетку сделаем. Шалевки укрывать навес. А ну, кто из вас угадает, какой будет цвет профлиста. Коричневый, вишневый. Ну, какие там еще есть цвета или просто оцинковка. Как вы думаете, каким цветом я буду накрывать этот сарай? Стены под кирпичик. Какой будет цвет самого профлиста. Ну, или бесцветный там оцинкованный. Напишите свои варианты. У кого какие варианты. Саша, что ты потерял? Давай. У нас разный брусок. Ага. Так, это мы не отрезали, что он подходит. Конечно. Винт тут лежал. Ну, чуть-чуть маленькая, да? Ну, давай перевернем. Не, не, вот так. Вот, вот так. Еще хуже. А что? Ну, он крученный. Сделаем среднюю арифметику и все. Вот так. Да, давай. И также угадайте, кто сможет угадать цвет профлиста, который будет на навесе. То есть, крыша и стены какого цвета будут. Мне интересно, будут такие, что угадать или нет? Ой, вот ты где. Рада спать. Сучкастые. Сюда. Давай. Какая-то так может? Да нет, так нормально. Так нормально. И это убираем. Ну, вот таким образом будет с этой стороны по низам. Тут крутим прямо в квадрат трубу, а здесь на черное по дереву. Другому. По тему. Так. Какая-то. Опять. Поехали. Тух. Экзер. эту часть мы так сделаем чтоб если что сами свиньи туда не выбегали и так догоним до конца ну а вот этот аппендицит эту стенку и вот этот зашьем профлистом здесь будет большой стол поставить какие-то лотки, сутки, мясо кинуть задний окос, лопатку туда на стол пока тут будут эти разделки Андрей тут будут разделывать у Андрея забойщика я спрашиваю Андрюха ты, он видео смотрит говорю, что там по навесу, смотрел так, не так, он говорит, все так будет именно то, что надо места, говорит, хватает ну то есть получается 28 квадратов нормально будет 28 квадратных метров 7 на 4 размер нормальный навес ну и так и визуально смотришь, выходят очень красиво то есть будет чики-бум-бони ну а так, друзья мы доделаем все эти мелочи и ждем профлист на следующей неделе придет профлист на кровлю и на сам навес на бойню и тогда включимся я буду ну буду показывать что придет почем придет накладную покажу то есть атакую все выходит навес массивный все эти брусья 10 на 10 такой массивный выходит будет четенько это все подцепится именно нижняя часть я думаю по финансам плиточка как там я тут положу плиточку столик лебедочка будет то, что надо зону вот вот Продолжение следует...